мы запустили наше приложение и сейчас она выводит информацию вот в таком вот виде как я уже сказал мы будем вот этот вот вид приводить к привычному виду к табличке поэтому давайте этим и займемся итак первое что мы сделаем мы в прошлом видео себе сделали вывод консоль вот он выводится в таком виде это в принципе чисто так для удобства было поэтому сейчас я эту строку удалил так вот тут мы переходим в наш html документ давайте опять же его открою с россии main ресурс template не вот у нас документе давайте отсюда удалим hello world он нам не нужен и удалим вот отсюда вот этот наш спан то есть сейчас на странице и вообще ничего не будет выводиться давайте title дадим employees info и далее что нам надо это добавить таблицу давайте собственно это и будем делать так значит пользуемся обычными html тегами это ты был вот таблица у нас из чего состоит из хедера да это шапка таблицы и потом в общем данные которые идут это body это тело таблицы то есть представьте таблицу которая у вас была там любая в школе да там тот же журнал учеников первая колонка это был номер по порядку потом имя ученика фамилия там и оценка да и далее шел список учеников и там ставились им оценки тут собственно то же самое то есть следующий вложенный тег это head то есть это шапка таблицы после хеда и идет body таблицы t body то есть внутри тега head будут помещаться шапка внутри body сами данные далее все вот эти записи идут у нас по строкам то есть существует такой тег tr вот вот это одна строка то есть она будет как в хедере так и в body вот а далее в каждой строке идет уже отдельная ячеечка то есть вот тут будет и аж так у нас сколько нам надо 4 давайте эти буду постепенно писать да вот тут будет у нас как бы номер эти даже и здесь у нас будет емайл так давайте вот кстати обновим посмотрим что у нас выведется на экран то есть смотрите сейчас я запомнил заполнил шапку нашей таблицы а там где у нас будут идти непосредственно наши данные я пока ничего не заполнял и вот собственно да то что я вывел вот номер первая колонка вторая колонка last name третья колонка first name вот и четвертая колонка email вот далее тут должны посторочно выводиться наши данные вот для этого мы вот здесь добавим строчки с данными то что нам тут надо как бы заполнить смотрите тут мы использовали тх то есть хедер тут т.д. то есть d слова дата то есть допустим будет вот так вот у нас эти т.д. вот запомнил тут у нас номер допустим 1 иванов тут иванов собака gmail.com то есть вот так в теории должна выглядеть наша табличка давайте сейчас опять еще раз обновлю вот видим да у нас появилась первая строка то есть 1 иванов иван и его email видим шапка кстати выделена жирным до обычный текст не выделен жирным то есть если мы хотим вторую строчку да мы это все копируем тут ставим циферку 2 давайте петров петя петров так и давайте обновим принципе я это показываю для людей которые абсолютно не знакомы с htmi с html css и javascript он да то есть фронт-эндом опять же это будет чисто примитивные уроки я вам показываю как это должно в теории выглядит потому что дальше мы будем скажем так писать какой-то код и чтобы вы в нем не потерялись я вам тут вот эти вот небольшие основы да вот и вот собственно до вывелась наша табличка теперь смотрите вот эти значения мы забивали все хардкод надо то есть информация о сотрудниках но мы должны ее брать из нашей базы данных то есть у нас есть вот эта табличка employee вот вот она да и вот эти вот данные которые идут сюда юзер интерфейс да они должны браться из этой таблички вот собственно это мы сейчас и сделаем значит смотрите что мы делаем вот этот хардкод мы удаляем так ну давайте вот это удалим так какие данные у нас есть таблицы ну фамилия и имя фамилия email давайте пока без айди так так вот идет наша body да смотрите и вот эти данные они у нас вложены в тэх тэр тэр это наша строка значит переписываем этот тэр тэр от роуда rope английской строка значит смотрите и у нас в таблице вот это каждая строка она повторяется да то есть вот эта строка это строка это строка то есть строка повторяется только данные внутри строки меняются поэтому тут мы воспользуемся циклом да он на таймлифе практически такой же как и в джаве for each сейчас вы видите и написание очень похожие то есть for each потом идут вот эти вот двойные кавычки смотрите тут мы передаем переменную employees поэтому что мы делаем как и в функции for each и джаве мы ставим двоеточие да помните а через знак доллара обращаемся к переменной то есть каждый элемент вот это его employees будет записан в переменной вот тут которую мы обозначим до переменной тут напишем one employee то есть один работник то есть смотрите как джаве если бы мы писали да вот этот цикл for написали вот так place ставим двоеточие вар one employee то есть мы бы обращались как-то и вот это переменная ну можно вар заменить на компании то есть посмотрите вот тут мы пишем все то же самое только не указываем тип переменной то есть вот тут мы указываем тип переменной employee да а вот тут его не указываем это как бы излишне окей далее смотрите у нас идет каждая строка а потом идет каждая ячейка то есть вот тут внутри тега tr вот он открывается вот закрывается пишем тех т.д. так и смотрите теперь тут до этого я ход код на вводил фамилию имя а сейчас нам надо брать имя и фамилия из вот этой переменной то есть мы пишем тех двоеточие текст то есть текст это значит то что будет выводиться в этом теге то есть ну фактически тоже что мы писали и вот здесь между тегами тут мы пишем внутри ты а как атрибут отдельный но атрибут этот th двоеточие текст и значит тут мы опять же обращаемся к переменной то есть теперь у нас переменная вот это one employee и мы обращаемся к ней через доллар давайте get так one employee ставим . и пишем что у нас сначала будет фамилия а давайте добавим все-таки айди вот сюда у нас значит первая колонка таблички будет айди то есть и тут мы пишем айди копируем это еще три раза и через . видим да у нас тут есть методы get last name get first first name мы можем просто и вот эти выбирать значения в принципе будет одно и то же так классные потом first name и последний у нас будет e-mail отлично давайте перезапустим и и видим да все у нас отобразилась вот так вот то есть ровно точно так как у нас этой табличке теперь у нас это представлено для пользователя который будет делать запрос да обо всех работниках и вот они вот так выводится прекрасно теперь смотрите если опять же вы учили html вы знаете да что все вот эти вот стиле там то есть жирный текст курсивом там какие-то цвета все это прописывается не в html документе а в css но мы на этом там заострять внимание не будем мы просто подключим bootstrap то есть bootstrap в общем давайте я сейчас напишу get bootstrap вот такой вот сайт переходим на него bootstrap насколько я знаю это создали комп twitter ну те кто создали приложение twitter если я не ошибаюсь создали вот такие вот скажем так таблицы стилей назвали это bootstrap переходим сюда на вкладочки docs и переходим на вот эту вкладочку introduction и тут есть quick start что нам надо прокручиваем вниз до 2 секции да и нам надо скопировать скопировать вот эти три строчки а хотя нет даже bootstrap demo не надо нам надо вот эту link только скопировать очень длинный и смотрите мы должны его вставить в html документ в секцию head вот наша секция head вставляем сюда там очень длинная строка появилась да ну вы не переживайте просто вставьте и все теперь смотрите давайте опять перегрузим наше приложение после того как вставили эту строчку и видим да табличка немного изменила свои начитания опять же теперь чтобы таблица была более красивой вот тут слева есть документация да и вы можете тут найти вот и был в принципе вот так вот выглядит наша табличка сейчас да аналогично вот то есть жирные заголовки так она первая колоночка у нас не жирная ну там надо классы выставить далее тут идет описание вот так вот может выглядеть да там ваши ячейки вот так ваши таблицы вот так то есть данные на черном фоне на таком в общем почитайте я думаю вам будет интересно мы же сейчас установим некоторые значения то есть вот мы подключили скажем так таблицы стилей да и теперь собственно давайте что мы сделаем в наш тех тейбл добавим некоторые классы добавим класс контейнер и кстати давайте после каждого изменения будем смотреть как меняется наша табличка так давайте я вот это выключу чтоб вот был виден вот когда мы создали класс контейнер наша табличка до размещается практически скажем так с какими-то отступами раньше она прилипала к левому краю то есть за это отвечает класс контейнер так давайте лучше мы этот класс отсюда вырежем из таблицы поместим в отдельный див див так вот таблица начинается вот тут она заканчивается и всю табличку мы поместим в див то есть див собственно и то есть контейнеры наших скажем так так опять же вот немного поменялось сочетание давайте допишем классы к нашей таблице так напишем что эта таблица table так я забыл класс написать класс и с маленькой буквой путь и ты был сейчас перед загрузочка обновляем и видим да как у нас выглядит таблица теперь каждая строчка отделена вот такой вот линией ну скажем так стало намного читабельней далее если у нас несколько классов то мы им пишем просто через пробел пишем table borders это классно границы таблицы как можно оказать опять же все что я делаю можете почитать вот тут будет стропе документации но мы будем не будем акцентировать на этом внимание пор дрс так я с ошибкой написал так окей и последний класс мы напишем ты был трипед видим да теперь у нас строки стали более выделены тут добавился более серый фон ту белый более белый и так далее так теперь давайте вход добавим класс ты был дар ты был да и видим да теперь у нас хедер стал вот таком вот белый текст на черном фоне так в принципе мы в этом видео от поигрались со стилями да самое главное добавили вот эту строчку и все откуда мы взяли с файлом get bootstrap опять же напоминаю просто заходите в браузер пишите get bootstrap находите его тут сначала переходите на вкладочку docs потом introduction и вот тут в разделе quick start копируем вот эту вот строчку но если вам надо это более детально изучить тут видео на ютубе полно всяких видео по bootstrap в общем ознакомьтесь если вам это интересно но опять же мы более больший акцент делаем на бэкэнд да а на вижуал не на то как это будет выглядеть для пользователя так на этом собственно все продолжим в следующем видео